Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором вы всегда найдете что посмотреть по танкам. Я первым выпускаю видео с какими-либо новостями и первым делаю обзоры всех машин, которые в игре появляются, а также показываю их такими, какие они есть на самом деле. Поэтому, если вы за честность и вас интересуют свежие оперативные новости и разборы всего, что появилось в игре, прямо сейчас подписывайтесь на канал, а также подписывайтесь на другие мои проекты и ссылки, на которые вы найдете в описании, если вас интересуют не только танки. Спасибо вам большое за поддержку в моих начинаниях. Итак, ребят, на продаже появились американские контейнеры. И я лично считаю данные контейнеры в целом неплохими, потому что среди всего, что здесь есть, тройка другая машин действительно достойны внимания. Ну, начнем с того, что здесь есть великолепнейший. Великолепнейший просто Т95Е6 пиранье, который мне лично нравится, но я не считаю его тяжелым танком, отношусь как к большому среднику и, соответственно, все правильно воспринимаю. Есть великолепная акула, есть просто умопомрачительная ПТХН ТС-60, Т77 на любителя барабана, Е7-60, который неплохо себя показывает на своем 10 уровне, Концепт 1Б, который многим игрокам нравится, ну а кто-то от него вообще никакого фана и веселья не получает. Также есть ряд устаревших машин, как Т-34, причем два раза. Один из них 1776, который является довольно-таки редкой машиной, но только исходя из внешнего вида, потому что разницы между Т-34 и Т-34 1776 нет вообще никакой по техническим характеристикам, ну и, соответственно, по возможностям в боях. Начинают машины с 6 уровня и заканчивают десятками. Что касается того, с какой вероятностью что может выпасть, то здесь на все машины стоит 40%, господи, да если бы 0-40% спасарянчик в отношении вероятности выпадения какой-либо из них. Ну а что касается компенсации, то здесь за премиумные машины серебром, а за коллекционки голдой. В целом все как обычно и ничего удивительного. Также можно отсюда понабирать всякого рода камуфляжиков, можно забрать себе талисманчики, ну короче говоря, всякой дребедухе тоже может насыпать. Что касается ценников, ценник начинает стартовать с... Сейчас, секундочку. Ценник начинает стартовать с полторы тысячи за один контейнер, если вы будете брать всего лишь один, хотя это не имеет вообще никакого смысла. Ну разве что если прямо одного контейнера вам не достает для того, чтобы можно было достать себе талисман. Американский, за счет которого вы можете собрать 30 таких талисманов, ну и, соответственно, забрать себе гарантированно какую-то тачку. Ну а что касается потолковой цены, то это 15 тысяч золота за 15 контейнеров. Но предложение штучное и сделать в этом покупку можете только один раз. Короче говоря, шансы есть, но насколько они реальные, вот в чем вопрос. Ну и для того, чтобы посмотреть, что с какой вероятностью падает, давайте посмотрим видео, которое мне прислала Лера Устимова. Но если ты не Лера Устимова, а зовут тебя как-то иначе, то уж не обижайся, ты, к сожалению, не представился или не представилась в своем письме. Ну а я просто прочитал ник, с которого было отправлено письмо в названии электронной почты. Ну что, ребят, смотрим видос, а дальше обсудим, какие все-таки итоги. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что ж, вот такое вот получилось открытие и давайте сразу обсудим математику. Суммарно было куплено 26 контейнеров, 4 части сертификата на американский танк уже у автора имелось в загашнике. Ну и, соответственно, 26 было докуплено для того, чтобы гарантированно забрать себе какого-нибудь американца в коллекцию, либо получить компенсацию. Что касается стоимости, то суммарно на эти контейнеры было затрачено 28,5 тысяч голды. Что было получено? Был получен 6 уровня М4А3Е8, он же Фьюри, и за него была получена компенсация серебром, потому что данная тачка у автора, по крайней мере, как он сказал, а я не думаю, что он нас обманывает, была уже в коллекции. И слава богу, что именно Фьюри в коллекции был, а не М60, которого в ангаре не было, и это был еще один танчик, который автор смог забрать из этих контейнеров. Ну и третьей машиной, которая тоже в коллекции у автора не была, был Супер Першинг, премиумная восьмерка. Не знаю, ребят, какой вывод из этого можно сделать, окупился или не окупился, я хочу услышать ваше мнение в комментариях, потому что я в данном случае затрудняюсь ответить на данный вопрос. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вы, друзья мои, если вам не сложно, поддержите, пожалуйста, заговариваясь лайком, меня за мои труды и обязательно подписывайтесь на канал. Я снимаю специально для вас и пошел снимать следующее видео, а вам, друзья мои, от чистого сердца мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.